Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня с вами мой любимый салат Цезарь, который я приготовила собственноручно. В холодильнике был салат Айсберг. Я думала, что же приготовить для Мукбанка? Думаю, о чем я думаю? Конечно же, Цезарь. Здесь у нас небольшой гранат. Так как сейчас сезон винограда, конечно же, виноград. Мой любимый десерт. Это из Аззы Тирамису. Я обожаю Тирамису, но не везде его люблю. В последнее время я и на кофе сильно подсела, и Тирамису мне очень нравится. Давайте вот так вот поближе вам его покажу. Он невероятно нежный, обалденно просто вкусный. С чаем. Ааа, супер! А начнем мы, пожалуй, с Цезаря. Начать я хочу с одного момента. Сейчас я частенько выкладываю видео, правильно? Правильно. Но я очень прошу вас, если я пропаду на какой-то момент, на какой-то период, где-то дней на 10, может, на неделю. Не обращайте внимания. Не надо писать, что вот, отключили монетизацию, перестала снимать и так далее. Просто у меня... Чисто есть вдохновение. Я снимаю. Вдохновения у меня нет, я перестаю снимать. Я знаю, что это неправильно. Я знаю, что обязательно нужно устанавливать какой-то график. Нельзя так пропадать, потом появляться. Ну, не знаю, не получается у меня под рукой. Я вас ни в коем случае не бросаю. Я продолжаю для вас снимать контент. Поверьте мне, если бы я чисто из-за денег это все делала, то я бы уже давным-давно забросила бы этот канал, потому что у меня есть канал на азербайджанском, у меня есть канал с американской аудиторией. Мне просто это интересно. Будь честным. Я просто обожаю сама смотреть Макбанки. Еще я человек, зависимый от интернета. Я могу признаться в этом. Я не могу ни дня прожить без интернета. Я когда работала, тоже постоянно сидела в телефоне, мне даже сделали замечание и выписали штраф по этому поводу. Что я много сижу в телефоне. Но я считаю это совершенно несправедливым, потому что я со своей работой справляюсь на ура. Если нет клиентов, почему я не могу зайти в Инстаграм или в Ютуб? Почему? У некоторых работодателей такие требования, что человек просто в шоке. Как вообще такое допустимо? Никого нет, но ты не должна сидеть в телефоне. Ты должна создавать видимость того, что ты работаешь. Как же это тупо. После этого замечания я решила как бы взять себя в руки и решила просто не заходить никуда, по мере надобности брать телефон и все. Не то, что я себя хвалю, но свою работу я выполняла реально блестяще. Единственный косяк это то, что я иногда сидела в телефоне. Я сидела, когда не было клиентов. Я вот сижу целый день на работе, я не захожу в социальные сети, я не захожу абсолютно никуда. Я чувствую себя максимально несчастной. Вот это звучит очень странно, но я просто зависима от интернета. Увидеть мир там, куда-то поехать. Для меня лучший отдых, знаете, то что заказать свою любимую еду или приготовить ее, включить своего любимого блогера, сесть покушать. После того, как покушала, полежать. И в этот момент я себя чувствую настолько счастливой. В ютубе есть канал, там много деток, у нее, короче, 9 детей. Я просто офигеваю от ее жизни. Она, конечно, огромная, молодец. И канал ведет. И за детьми ухаживает, потому что столько детей. Это очень сложно. Но я просто понимаю, что эта жизнь не для меня. Или, например, люди, которые нон-стоп путешествуют. Я смотрю такие каналы. Я восхищаюсь такими людьми. Но в то же самое время. Я понимаю, что я так не хочу. Или я восхищаюсь, вот честно вам скажу, восхищаюсь вегетарианцами. Вот сколько вегетарианцев я у нас здесь встречала. Всегда это добрейшие души люди. Это настолько крутые люди. У них просто над головой мимфа не горит. Такая аура крутая. Я восхищаюсь, но я не могу повторить их успех. Потому что вот эта еда наделает меня счастливой. Но еще в некоторых косметических магазинах продавцы-консультанты не имеют права сесть. Меня прям бомбит с этой темой, честно. Я считаю, что эти правила на законодательном уровне не нужно запретить. Потому что у человека, который постоянно стоит на ногах, начинаются проблемы со здоровьем. Почему человек должен жертвовать своим здоровьем, чтобы заработать себе на жизнь? Или что страшного произойдет, если я, например, как клиент зайду в магазин. Например, продавец сидела в этот момент на пуфике, она увидела меня и привстала. Например. И мы с ней вместе начали выбирать мне парфюм. К примеру. Я-то не против, чтобы она вообще меня консультировала лежа. Мне как-то параллельно. Главное, чтобы человеку было комфортно. В общем, какие-то правила реально ужасные. как-то наткнулась на объявление. Там есть страница у нас в боку, которая выкладывает объявления. И, в общем, там требуется девушка-водитель, чтобы водить каждый день на работу, хотелось сказать, в школу. Детей. Обязательно девушка. Обязательно с опытом работы за рулем. Обязательно собственной машиной. Машина должна быть вот такая, вот такая, вот такая. И потом, самое интересное, зарплата. А зарплата просто мизерная. Здесь у меня столько требований. Почему я не могу предоставить человеку достойную зарплату? Если у меня нет возможности платить так много, я просто буду возить своих детей на такси. Или на автоусе. или, например, некоторые прям удивляются. Ты на автобусе поедешь? А что здесь такого? Метро я просто обожаю. Я люблю смотреть на людей в метро. Как они одеты. Кто с кем сидит. Просто разглядывать людей. Жизнь была много. Но, девочки, это было настолько вкусно, что я просто... это просто так зашло. Вот жалко, что я вас не могу угостить. Я сама ем, а вы на меня смотрите. Было бы классно, если бы в каждом видео я помогла бы кого-то угостить. Мне кажется, было бы очень интересно. Еще девчонки в комментариях писали, что это кератин, это вредно, ты пожалеешь и все дела. Девочки, начнем с того, что все на свете вредно. Вот все абсолютно вредно. И потом, я каждый день, каждый раз, когда выхожу из дома, а иногда даже, когда не выхожу, просто снимаю для вас видео. Либо я делаю волосы кудрявыми, либо волосы я выпрямляю. Это, естественно, тоже вредно. Сейчас я даже феном не сушу. Хотя при кератине нужно сушить феном. Они у меня просто сохнут, идеально ровные, как будто я их отутюжила. Плюс я экономлю время, плюс я не травмирую в очередной раз свои волосы. И еще, когда они у меня ломкие, они очень сильно обрываются. Когда я расчесываю волосы, половина волос остается на расческе и на полу. Почему они остаются на полу? Ой, ой, посмотрите вы на это. Фокус, видите-ка, нежнятина просто. Ой. Это очень вкусно. Гранат я так для красоты положила, но его кушать в кадре очень сложно. Потому что это будет очень долго. Я стараюсь видео делать не больше 15 минут. Максимум 20. Потому что у меня у самой не хватает терпения смотреть очень длинные видео. Чем смотреть одно видео там 40 минут, к примеру, я лучше посмотрю 4 видео по 10 минут. Поэтому для себя тоже создаю такой контент. Скорее всего, вы мне не поверите, но я как зритель тоже пересматриваю свои мукбанки. Вот честно вам говорю, мне интересно. Хотя я знаю, что я скажу там. Иногда я в видео что-то сказану, я понимаю, что я неправильно сформулировала свою мысль. мукбанки. старые мукбанки. Я взрослею, я расту, старею. Интересно мне иногда просто послушать на свои мысли, которые я излагала, например, 5 лет назад. еще один момент за кулисье. Хочу вам объяснить, что у меня в гардеробе много одежды, правильно? Но на мукбанках плюс-минус я ношу одно и то же. Дело в том, что обычно, когда я снимаю мукбанк, я сижу не в очень удобном положении, и когда я кушаю, я часто пачкаю одежду. Потом эту одежду нужно стирать, а соевый соус вообще сложно отмывается. Особенно, когда суши кушаю, например, капнула себе на одежду. Поэтому в большинстве случаев я всегда на мукбанках ношу одежду, которую мне совершенно не жалко. Обычно ту, которую я ношу дома. И многим кажется, что я столько одежды покупаю, но ничего не ношу. На самом деле, я ее ношу, просто стараюсь на мукбанках как бы не особо одевать. Потому что буквально 15-20 минут, и все. Опять в стирку отправляют. Либо надо кушать как-то аккуратно. Хотя я стараюсь аккуратно кушать, но все равно в конце заляпаю. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели. Цезарь был очень-очень вкусный. Реально, я его доела, что конца сама не ожидала себя. Десерт тоже был очень вкусный. Берегите себя. Не забывайте мне ставить лайки. Подписываться. Всех люблю. Целую. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова